В общем, ребят, сразу же хотелось бы извиниться за то, что в ролике было слишком много бомбёжки, посмотрев его, вы поймёте, с чем это было связано. Ну и ещё хотелось бы попросить, чтобы вы не поскупились на свой палец вверх, потому что играть на этих кубках, на которых я сегодня играл, это просто каторга и вынос собственного мозга. Вы сами увидите ролик и поймёте, почему оно так. Всё, больше не отвлекаю, спасибо за внимание, приятного просмотра. Ну что, ребят, большой вам привет, сегодня мы с вами буквально немножко поиграем на моём втором аккаунте и посмотрим на то, как у нас обстоят дела именно на тех кубках, на которых я в данный момент сижу и скажу сразу же, дела обстоят как-то, ну, весьма не очень, потому что в последнее время просто огромное количество игроков, у которых десятые башни и, как правило, в колоде элитные варвары здесь сидят и никому не дают подняться, просто они настолько жёстко тебя этими самыми элитными варварами и, в общем, а сильными картами продавливают, что ты, как правило, проигрываешь и теряешь все кубки. Я думаю, не у меня одного такая фигня и сегодня мы попытаемся парочку таких ребят нагнуть, если, конечно, получится, ну и в целом давайте посмотрим, что за сегодняшний выпуск у нас получится. Как я и говорил, первый десятый левел пока всё идёт по сценарию, осталось посмотреть, реально ли играет он через элитных варваров или на этот раз пронесло и повезло, сейчас, короче, ребят, увидим. Так, я уже сбрасываю своего громоверства, у противника простаивать немножко эликсиру, он попадёт? Слушайте, да, гад, взял, попал, по грому. Это было не особо выгодно по эликсиру, но, возможно, в тактическом плане он сыграл верно. Честно вам, ребят, сказать не знаю, но вот этот вот ход его меня немножко, немножко смутил. Я не знаю, зачем он сейчас, кстати, скинул своего кора гига под моих миньонов. Странное немножко решение с его стороны, ну да, в общем, и ладно. Тихо, ребята, давайте накину здесь баночку ярости, попытаемся пролететь. А королевский, ой, господи, королевского гиганта мы только что убили, а здесь именно гигантский скелет уже со стороны противника идёт и очень напрягает то, что сейчас он своей бомбочкой взорвёт именно мою ведьму. А этого бы очень, на самом деле, не хотелось, но ничего не поделаешь. Накидываю, ребята, здесь, значит, фаербол седьмого уровня по одиннадцатым варварам бревно. Противник думает, что я сейчас буду чем-то дефать именно из юнитов его варваров, но, братан, зачем, когда есть прекрасные именно заклинания типа фаербол и все вопросы решаются на изи. Давайте сделаем вот такую вот довольно, ну, относительно необычную комбинацию, посмотрим, как оппонент на неё среагирует. Так, громоверец отлично спрятался за миньончиками, в принципе, ребят, вы гляньте. Очень даже такой, как лично кажется мне, нехилый урон пролетает по его вышке, и вот этого вот, я скажу честно, я сейчас боялся больше всего. Ведьму с королевским гигантом, потому что я не знаю, как это дело надо дефать именно так, чтобы, а в итоге, ну, не потерять вышку, серьёзно, согласитесь, не хотелось бы терять башню, но и, по-моему, у меня, да, у меня, короче, получилось это сделать, правда, я бы не назвал, а вышку, на которой 193 хп, какую-то, какой-то, вернее, полноценный и, в принципе, живой. Нет, эта вышка уже вот-вот будет сноситься, странное решение, ещё одно, с его стороны, окей, выдам вот такую вот комбинацию, ребят, давайте посмотрим, что у нас из этого получится, орда миньонов, капец, как его здесь спасает, спалил он её только сейчас, знал бы я про то, что она у него есть, я бы, возможно, при фаером скинул стрелы, стрелы, но, опять же, кто, кто ж знал-то, что такие пироги, оказывается, блин, зачем я сейчас взял, а гиганта немножко подставил под удар бревна, на кой фиг это было мной сделано, я не знаю, так, сейчас немножко моя ведьма огребает, ну, надеюсь, она выживет, успеет убежать от взрыва его бомбы, да, ребят, отлично, мы с вами успеваем, после этого я делаю так, накидываю стрелы при фаером по его орде миньонов, а, ну, почти, я был очень близок к тому, чтобы по ней попасть, ладно, в любом случае, я собирался скидывать фаербол, он ложится, он здесь просто замечательно, потому что он прилетает одновременно и по варварам, и именно по его миньонам, это в целом реально идеально, забираем здесь, значит, с помощью гоблинов его ведьму, блин, а чё ж её так вертит, то туда, то сюда, очень не вовремя, то, что она обернулась и начала моих гоблинов колотить, ну, в принципе, ладно, не страшно, надеюсь, то есть, ребята, я помню про то, что у противника имеется ракета, в этом плане, на самом деле, дела так себе обстоят, сейчас попытаемся продавить, я не знаю, что из этого выйдет, но это довольно такой момент напряжённый, я надеюсь, мы с вами всё успеваем, и гигант берёт и делает свою фидальную тычку, которая сносит его вышку, противник в итоге, конечно, вылевает, и мы зарабатываем 27 кубков, хорошая, ребят, каточка, но он был без элитных варваров, а в последнее время, как вы уже слышали от меня, здесь их очень много, и, ну, повезло, серьёзно, скажу вам, очень повезло то, что этот 10-й левел был без элиты, но давайте посмотрим, что именно с этим товарищем будет, я просто не верю, что очень так часто могут попадаться 10-й левела, у которых там элитных варваров не будет в колоде или что-нибудь такое, но это очень сложно, именно чтобы так себе повезло, это, как правило, почти нереально, уж очень их много здесь обзавелось, и чуть ли не каждый второй-третий бой, это вот как раз чуваки, да, с теми же самыми палачами, с теми же самыми элитными варварами, сейчас попытаемся это ещё раз посмотреть, отлично, его топор, вообще вода мне попадает, это меня очень сильно радует, главное забрать этого самого палача, да, ребят, прекрасно получается, вау, нифига себе, слушайте, а то, что Пека теперь так быстро появляется, это капец как ему помогло, по крайней мере, он реально успел довольно благополучно взять и срубить мою ведьму, гад такой нехороший, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ёлки-палки, слушайте, а как мне от этого дела всего ДФЦ, есть, конечно, мы слишком, но мне кажется, это будет довольно тяжело, тихо-тихо-тихо, и ещё не хватало того, чтобы его Пека пятого левела по вышке вдарила, это бы капец как больно было, так, хороший фаербол от оппонента залетает, и вы гляньте, как мы с вами огребли, это получается урон, чисто колдун нанёс, то есть, прикиньте, да, насколько этот колдун опасный, ну, восьмой левел даёт, а себе знать, у него колдун просто восьмого левела, это больно, это реально очень больно и очень жёстко, так, давайте сейчас попытаемся зайти, навряд ли, да, ещё вот так вот ты делаешь, эм, угу, да, прошу любить и жаловать, элитные варвары десятого левела, о которых я вам буквально недавно рассказывал, всем привет, как ваши дела, как ваше настроение, у меня вот не очень, меня здесь сейчас будут нагибать по всем фронтам, особенно бесячая комбинация элитные варвары плюс огненные духи, я думаю, вы ребята сами с ней неоднократно сталкивались, и я не знаю, что мне делать, слушайте, а реально, а как тут быть? У противника есть бесячий палач, и, кстати, знаете, что меня всегда убивало? Вот подобных игроков, которые играют с палачами, с элитными варварами, да вообще, не обязательно с этими именно картами, просто именно подобные игроки, они всегда забивают на то, какие карты сейчас в тренде, то есть они всегда просто, им пофиг, что сейчас в тренде, им пофиг, чем сейчас все играют, и даже если карту сто раз пофиксят, даже если карта абсолютно не будет уже работать так, как она это делала раньше, им просто начхать, они все равно будут продолжать отыгрывать этими самыми комбинациями, и просто манали они все ваши вот эти вот, как бы, я не знаю, интересные разные колоды, разнообразие и прочее, ну, естественно, ребята, слив, я не знаю, как мне здесь нужно было отыгрывать грамотно, он меня задавил, о чем я вам и говорил, такие игроки просто давят, а именно жесткой прокачкой, не важно, именно что вышки, что башен, чего-то одного, или, допустим, всего вместе, просто по-лютому давят, и ты, как правило, просто прогибаешься под натиском всего этого дела. Ни одной корону у меня не получилось забрать, элита плюс палач, просто ван лав, я все понял, едем дальше. Ну, ребята, теория подтверждается, реально десятые левела плюс с элитными варварами в колоде, то есть реально к-к-к-комбо, так это и можно назвать, я думаю. Окей, едем дальше, мне почему-то кажется, что этот чувак будет примерно похожий, то есть с чем-то, с чем-то таким подобным в колоде, ну, опять же, ладно, не будем торопиться с выводами, может быть, я его напрасно раньше времени так оскорбляю, такого плохого мнения о нем, блин, вот это вот мне не нравится на самом деле, то, что моего гиганта сейчас довольно люто поломают, да, нехорошо получилось, слушайте, я греб, он довольно хорошо меня законтрил, но это был бы от него идеальный деф, если бы он не тратил именно колдуна, потому что я на свой заход потратил 12 эликсира, а он отдефался, получается, ну да, он в любом случае остался по эликсиру в плюсе, но мог бы это сделать все дело гораздо интереснее и красивее. Блин, вы прикидываете еще один товарищ, у которого забваншотит моих гоблинов, да вы что, все сговорились, что ли, ну за что мне... У меня истерика, еще один, вы просто прикалываетесь, опять элита. Я не знаю, как с этим бороться. Это просто бич-общество какое-то, что с этим делать, серьезно, а как, как играть? Десятый левел с элитами, потом еще один такой же, всех колодок, как именно, как на подбор, действительно. То есть, what the fuck? Я, ребят, не знаю, серьезно, как это дело можно прокомментировать, как против этого максимально четко и грамотно отыгрывать, я просто умываю руки. Как отыгрывать, как выживать на этих кубках, я понятия не имею. Смотрите, уже, опять же, вот-вот его элита побежит, я в этом уверен. Давайте, ждем. Я уверен, она сейчас должна пойти, но не может он ее просто не взять и не скинуть. Смотрим, смотрим, смотрим. Выдаю ведьму, сейчас, ребят, уже двойной эликсир пойдет. Это просто какой-то, ну, да, 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 я вообще не удивлен ни разу, естественно. Так, 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 ой, 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 ведьма просто очень быстро померла, ребята. Он забирает, он просто вперед, забирает мою вышку, да ладно, почему все так плохо, реально. О, господи, я просто не могу пройти, даже банально, вообще никак. Я просто стою на месте. Инферно, какая-нибудь, я не знаю, принцесса и все, минус заход. вы понимаете насколько все плохо о господи боже мой ну да давай чувак заходи или это все дела я понял тебя это просто как какой-то кирдык здесь творится господа я серьезно не знаю так очень мало времени на все про все остается он реально довольно хорошо меня так гнет выгибает скажу вам так у меня сейчас одна надежда на мой центральный заход я очень молюсь чтобы все получилось его кабан немножко не стоит того что это такое 28 хп я просто я манал эту игру ну что происходит я и едем дальше я понял 9 левел спасибо большое что хоть не 10 я давай чувак добей меня пусть у тебя тоже будут элиты и варвары в колоде давай давай я жду покажи покажи как именно нужно составлять деки что 9 левела валька братан ты чё меня убить хочешь что это такое откуда откуда все это у него я просто я серьезно я не знаю как это комментировать что это такое как это реально можно прокомментировать вы можете мне ребят сказать я серьезно немножко не понимаю именно того что происходит какого хрена здесь творится на этих кубках это просто вообще настолько непонятное для меня место просто реально данные кубки это просто реально пристанище для десятых левелов с элитными варварами и подобных вот девяточек с девятыми вальками и одиннадцатыми кабунками я просто я отказываюсь понимать эту игру я отказываюсь понимать все то что здесь происходит это просто какая-то дичь серьезно ладно просто давайте я немножко попробую успокоиться я не знаю как мне успокоиться я просто хорошо играем пошел гигант пошел значит идет он такой не спеша не торопясь слава богу то что у меня хотя бы стрела 9 левела который ваншотит одиннадцатую орду миньонов потому что если бы не было по орде мух ваншот это просто пиши пропало это было бы просто давай до свидания ладно ребята пытаемся бацать наши заходы здесь наверное можно фаербол выдать вот такой вот почему бы и нет и допустим приготовить стрелы для орды мух он пока орду мух не торопится высаживать хорошо друг я тебя понял примерно блин сейчас у меня мушки помрут именно от его всего этого дела вот стрела отлично идеально почва для того чтобы высадить стрелы тихо гром грома ребята не выжил ё-моё нифига себе конечно у меня продавил люто вышка просто улетела в никуда называется вышка просто ребята у меня настолько быстро улетела что даже как-то плакать хочется так ну вышку его справа мы забрать сможем в любой подходящий для нас момент стрелы или fire то есть что угодно сбрасывается и как бы башня улетает это хорошо кидаю здесь баночку рейджа стрелы естественно накладывается в этой местности осторожно ребята нужно выносить его валькирию надеюсь я успею сохранить отлично я еле-еле засейвил свою ведьму прямо этой очень очень тяжело и с большими усилиями у меня получилось делать я сейчас пытаюсь максимально бодро надамаживать все вот это вот его дичь делаю так делаю так хороший фаербол в целом залетает накину еще пожалуй это дело здесь у меня прилетят стрелы вот такие вот давай 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 пожалуйста нужно просто ребят один фаербол один фаербол по его тавуру и как бы противник все и как бы противник минус дания дания давай копи копи эликсир давай фаер добивает фух ребята я на самом деле не знаю как эту ситуацию именно как наши сегодняшние катки можно прокомментировать но это просто это это идиотизм я просто понимаю большинство из вас то есть большинство моих зрителей которые сидят допустим на 2900 кубков и они банально не могут подняться они просто сидят на этих двух девятиста немножко наберут кубках и вот такие вот десятые лвла или вот такие вот девятые их просто сливают вниз за счет левела карт и за счет прокачки это не знаю просто что такое как это назвать я тоже не знаю но с этим нужно что-то делать определенно на этом ребята я буду заканчивать вот такой вот выпуск получился я высказался о том о чем хотел по трофеям мы сегодня остались наверно даже в минусе дамы ребята остались покупкам даже в минусе нежели чем в плюсе вот как то так и происходит игру большинства на этих трофеях на этом я заканчиваю все очень грустно давайте ребят крепитесь пока пока